Итак, мы с вами продолжаем. Так вот, я сказал, возникает... Вот это как раз то, что называется обострение. В чем у нас с вами... Вот тут... Как бы возникает проблема. Она в том, что называется адаптацией. Потому что мы с вами вот говорили как-то несколько, одну или две передачи назад о том, что такое адаптация, зачем она нужна. И вообще, так сказать, почему надо это... Об этом процессе нормализации взаимоотношений организма и внешнего мира надо обязательно помнить и надо обязательно говорить. Потому что это не только взаимоотношения, восстановление взаимоотношений правильных, нормальных, гармоничных со внешней окружающей средой, но и с внутренней тоже. Потому что ведь что происходит? Как только мы с вами в себя берем, принимаем активированный уголь, что делает активированный уголь? Будучи сорбентом, пылесосом своеобразным, он, проходя по желудочно-кишечному тракту, собирает токсины, которые скапливаются в желудочно-кишечном тракте. Они скапливаются там, потому что организм освобождается, печень свою функцию выполняет, будучи фильтром крови нашей жидкости в организме. И сбрасывает все это в желудочно-кишечный тракт, который по тем другим причинам оказывается не в состоянии до конца их выбросить. Происходит накопление этих самых токсических метаболитов, ксенобиотиков, которые заново всасываются в кровь и снова оказываются в этом круговороте болезненных состояний внутри нас. И как только мы регулярно начинаем пользоваться активированным углем, количество ксенобиотиков, количество токсических метаболитов внутри нас уменьшается, и организм начинает строить свою внутреннюю жизнь так, как ему нужно уже в соответствии с этим. И вот в этот-то момент могут возникать вот те самые обострения, о которых я говорю. После вот этого первого, как правило, не наступает их. В некоторых ситуациях наступает обострение, когда процесс уже зашел достаточно далеко. Возникают обязательно. И нам нужно с вами обязательно вот эти вот две недельки перерыва для того, чтобы вот эти процессы, связанные с возмущением внутренним, да, с переустройством внутренним, биохимическим, понимаете, нам нужно время для того, чтобы вот эта ситуация успокоилась. Мы при этом не должны забывать вот о чём, что мы себе уже немножко прибавили здоровья. Немножко прибавили здоровья. А через две недели мы пойдём с вами на следующий шаг. Так, вот в течение, как себе помочь в этой ситуации, если вдруг, там, у вас появилась тяжесть в области печени, даже не боли, а просто тяжесть. Если вдруг у вас возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, боль может появиться или что-то. Если у вас вдруг, так сказать, начинают почки срабатывать, усилился диурез, или появились какие-то неприятные ощущения при мочевыведении и так далее. Вот чем мы себе здесь можем помочь? Не забывайте, мы с вами об этом не один раз говорили. Естественно, нужно учитывать ситуацию, которая называется аллергическими реакциями. Мы должны с вами использовать солянку холмовую и стевию. Вот на сегодня я не знаю случаев, при которых солянка холмовая или стевия вызывали бы аллергические реакции. Но я могу и не знать эти случаи, естественно. Могли не попадаться, вот так сказать, в процессе реализации этой программы. Могли не попадаться. Поэтому всегда, вот здесь очень важно, солянка холмовая и стевия. Теперь второй момент, очень важный. Это петрушка, это чай, тёплый чай из петрушки, лёгкий. Его не надо, так сказать, там сильно настаивать или что-то. Не надо. Помните, как мы говорили, чайную ложечку сухой петрушки или столовую ложку мелко нарезанной свежей петрушки. Вы закладываете в стакан, заливаете кипятком, оставляете на 20 минут. Через 20 минут вы этот чай выпиваете. Эту петрушечку можете съесть. Её не надо выбрасывать, она очень полезна. Она начинает помогать почкам разгрузиться, выгоняет лишнюю воду из организма. Не возникает отёков, которые могут быть. А отёки очень неприятная вещь, особенно при бронхиальной астме. Вот надо себе вот таким образом помогать. И ещё один момент, очень важный, на который надо обязательно обращать внимание. Скажем, есть такие травы, мы уже с вами говорили. Вот тогда, когда говорили об адаптации, мы говорили с вами об адаптогенах. То есть веществах, которые помогают нашему организму выстоять, выдержать. Это такие своеобразные и энергетики, с одной стороны. Но, с другой стороны, это те соединения вещества. Это полифенол винограда, скажем, это содержание фитостеринов, лаваноидов, дополнительное количество. Это тот же самый хлорофилл, который присутствует в травах. И который тоже нам, так сказать, очень серьёзно помогает в этой ситуации. Адаптогены. Что имеется, что относится к адаптогенам? Вот, скажем, отвар корня лопуха, адаптоген. Он не лечит суставы или соединительную ткань или чего-то там ещё такое в нашем организме. Нет. Он помогает нашему организму, как системной организации, выстоять вот в этой борьбе, выстоять, поддержать настроенную на борьбу иммунную систему нашу. Адаптогены. Женьшень адаптоген, эллиутрокок адаптоген, скажем, золотой корень адаптоген, морали эллибзея сафлоровидная, это тоже адаптоген, душица адаптоген и очень интересный. Вот тут я вам советую, так сказать, даже использовать её. Но поймите, пожалуйста, вот прежде чем аллергикам использовать фитопрепараты, обязательно хотя бы для себя, если вы не знаете, что у вас вызывает аллергию или аллергическая реакция, обязательно проверьте. Это очень просто. Вы берёте, например, отвар корня лопуха, так сказать, и хорошенько втираете его вот в эту часть, вот здесь, вот так, вот так. Втираете как следует её, да, досуха. Втёрли, вот капелька буквально, так сказать, больше не надо. И посмотрели через какое-то время, через час-полтора, будет здесь покраснение оставаться. Да ещё с таким намёком как бы на некое воспаление поверхностное. Это вам нельзя принимать. Это вам нельзя принимать. Значит, нужно искать что-то другое. Понимаете? Вот если появляется такое. Если нет, замечательно, вы можете пользоваться вот этими препаратами. То есть нам нужно с вами эти две недели для того, чтобы дать возможность организму привести себя в более устойчивое состояние. Потому что каждое наше движение, каждая наша процедура, которую мы с вами проводим, обязательно вызывает в организме изменение внутренней ситуации. И на это изменение наш центр управления должен как-то ответить. Нужно ликвидировать это изменение с тем, чтобы вернуться к равновесному состоянию, которое в медицине и в биологии называется гомеостазом. Гомеостазом к нему. И таким образом мы с вами вот эти две недели используем очень даже с большой пользой для себя. Мы лечим себя? Нет. Лечить нас лечат в это время, продолжают помогать нам. Лекарства, которые вам назначены врачом, их отменять на этих порах нельзя. Но последите. Вот зачем. И вам это скажет каждый врач. Без надобности препараты, особенно спазмолитики, бронхолитики, понимаете, не используйте. Необходимость должна, так сказать, помогать, должна создавать, должна диктовать нам условия. Необходимость. Вот об этом, пожалуйста, вы помните. Не говоря уже о том, что вот эти 10 дней сорбции безусловно увеличивают эффективность принимаемых препаратов. Вот в чем тут еще дело. Теперь у нас начинается второй этап через две недели. В чем я хочу заметить. Если у вас вот эти явления неприятные, которые, так сказать, могут возникнуть в разных системах нашего организма, еще продолжаются, не начинайте второй шаг. Дождитесь, когда они стихнут. Вот они стихли, да, поспокойнее стало, потверже, и вы начнете себя чувствовать лучше. Вот в этот-то момент, да, буквально там через день, через два, можно начинать второй шаг. Где мы уже подключаем с вами контрастные души, обмазывание, так сказать, скипидарными растворами и эмульсиями. Да, когда мы начинаем делать горячие грудные обертывания. Я все время, так сказать, себе напоминаю, но забываю, напомнил бы вам, что вот в этой ситуации, вот тогда, когда мы отдыхаем, очень важен будет аппликатор Кузнецова. Очень важен. Поэтому, пожалуйста, я так сказать, вот имейте это в виду. Я думаю, что он будет серьезно очень помогать вам. Серьезно, на самом деле. Ну что же, второй шаг. Мы его с вами проводим. И вот во время второго шага, да, вот тогда, когда мы все подключаем, опять начиная с промывания желудочно-кишечного тракта, с тульфата магния, дальше мы с вами снова используем активированный уголь. Ну, в общем, целый комплекс тот, который мы с вами уже записали. И две недели мы занимаемся им, проводим его, да, он обязательно вызовет обострение. Обязательно. Значит, соответственно, после него, вот эти вот две-три недели, надо сделать обязательно перерыв. Опять вот на, те сам, для того, чтобы те процессы адаптации, о которых я уже сказал, прошли у нас в организме. Это будет еще вот столько мы добавим с вами к тому уровню здоровья, восстанавливая этот уровень здоровья, потихонечку набирая силу. И вот смотрите, пожалуйста. Мы начинаем с вами следующий этап. И вот после того, как вы второй шаг провели, во время вот следующего шага, который называется вот следующий, не шаг, а вот этот вот отдых после второго шага, эти вот следующие две-три недели, пожалуйста, используйте адаптогены. Опять. Опять. Целенаправленно. Солянка холмовая со стывей. Да, это может быть левзея сафлоровидная в каплях. Это может быть Элиотаракок, о котором достаточно много сегодня пишут. И, так сказать, помнится, была огромная книга, которая называлась «Пострессорная реакция и активационная терапия Гаркавии Квакиной» для двух академиков, докторов наук, медицины и биологии. Понимаете, они как бы обращали наше внимание вот на этот вот адаптоген, который называется Элиотаракок. Я сознательно не называю траву, которая называется «Эхиноцея». Есть такой красивый очень цветок «Эхиноцея». Сейчас о нем довольно много, так сказать, рекламы всяческой идет. Прошу прощения, не обращайте на него внимания. Его нужно принимать только по назначению врача. Только по назначению врача. По той простой причине. Это очень мощный иммунный стимулятор. Но никто не знает, какие резервы у нас есть. И вообще, можем ли мы с вами принимать адаптогены от стимуляторов, отличаются тем, что они не вызывают вот этого жесткого дисбаланса в организме. Понимаете? Не тратятся резервы в нашем организме. А самое главное вот что. Вот в ситуациях, например, аутоиммунных процессов, при бронхиальной астме они могут присутствовать, аутоиммунитет может присутствовать. Понимаете? По идее это аутоиммунный процесс. Понимаете? Стимуляторы иммунной системы будут нам приносить вред, а не пользу. Прямой вред, это вам скажет каждый врач, любой врач. Поэтому, особенно эхиноцею, никогда нельзя принимать без назначения врача. Запомните, несмотря ни на какие рекламы. Вот в чем дело. Я обязан вас предупредить об этом, потому что при аутоиммунитете довольно часто, наоборот, назначают иммунодепрессанты, а не стимуляторы. Потому что стимуляция, вот аутоиммунитет будет подчеркивать. Это особенно тяжело в таких ситуациях, как ревматоидный полиартрит, там рассеянный склероз или тот же самый БАС или что. Понимаете? Вот это вот надо помнить для себя. А вот, скажем, эллиутерокок, левзея сафлоровидная, это те вещи, или икра морского ежа, скажем, вот такая-такая есть экзотика. Понимаете? Они ничего не стимулируют, они добавляют организму, ему недостающее звено для хорошего, устойчивого поддержания внутреннего равновесия, гомеостаза. Вот очень важно. Внутренних соотношений между системами приводят, помогают организму привести все наши системы внутренние в некое единство, в некое единение. А самое главное, да, вот что происходит. Они настраивают нашу иммунную систему, настраивают, не заставляют ее бешено работать, а настраивают на хорошую оборону такую, от той болезни, которая у вас развивается. Вот в чем дело. Поэтому я очень советую, вот после второго шага, точно так же провести вот эти две адаптационные, две-три адаптационные недели, использовать в это время можно и элеутерокок на стоечку, не надо по много, по 40, по 50, 60 капель, не надо. И даже не надо принимать, лучше всего, единовременное применение, так сказать, элеутерокок, или, скажем, той же левзеи сафлоровидной, она очень важна, особенно для людей истощенных. Вот левзеи сафлоровидной для людей истощенных, очень важна. Понимаете, так сказать, точнее не важна, я неправильно сказал, она нужна просто. Понимаете? Один раз с утра. Помни о том, что это все-таки тоник. Тоник, и если вы будете принимать его во второй половине дня, то вы можете себе, ну, подпортить дело с вашим сном. А спать мы должны с вами достаточно много. Вот здесь запомните это. Во все времена вот этой адаптации между первым, вторым шагом и дальнейшими, нам надо обязательно ложиться спать не позднее 11 часов вечера. Я это настойчиво повторяю. Настойчиво повторяю. Теперь, друзья мои, значит, вот в этом отдыхе опять соляночка холмовая со стевией, да, либо корень лопуха, либо посмотрите, что вам, так сказать, удобнее. Если вы человек такой возбудимый легко, то лучше элиотарокок или левзею не использовать, а использовать как раз либо цикорий, либо отвар корня лопуха. И это будет вам очень хорошая поддержка. Так что и аппликатор Кузнецова. Замечательно. Все будет хорошо. Не забывайте про петрушку. Опять. Не нужно много. Понимаете? Вот так вот я смотрю иногда в интернете ваше обсуждение по разным проблемам, которые возникают у человека со здоровьем, и, так сказать, чувствую, я вот пью это, 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 вот добавляю это, делаю это, и я думаю, боже мой, ну куда же такую вообще махину-то нам с вами организму сдвинуть? Как ему это все распихать-то в организме? Понимаете, как использовать? Но ведь никогда наш организм не использует все, что мы в него закладываем. Он использует 20-25%, больше нет. Понимаете? Вот в чем дело. И поэтому, если вы съедаете килограмм, значит, организм использует 250 грамм, а 750, извините, пойдут в отходы. Вот о чем надо помнить. Много не значит хорошо. Вспомните, гомеопатия работает вообще, так сказать, на каких-то мизерных дозах абсолютно. Итак, вот у нас с вами второй адаптационный период, после которого мы с вами и начнем основательную, достаточно такую серьезную, 24-дневную, 28-дневную программу по очищению организма. И вот здесь вот, пожалуйста, вы должны быть готовы. Готовы очень серьезно. Потому что при бронхиальной астме, кроме физиологических проявлений, связанных с бронхоспазмами и прочими, неприятностями, с тяжестью в печени, с работой желудочно-кишечного, тракта кожи, мы об этом уже с вами говорили, есть еще одно звено, о котором, почему я, так сказать, так настойчиво говорю о сне. Очень бы хотелось, чтобы вы вспомнили то, о чем мы с вами говорили с точки зрения психосоматики. Ведь где-то около 50% сложности заболевания, которые у нас с вами есть, вот этого патологического процесса, зависит от состояния психики нашей. Это прямая и обратная зависимость. Понимаете? Чем серьезнее мы ощущаем болезнь в себе, тем серьезнее стрессы и напряжения, возникающие в нашей психике. Нам не хватает релаксации. Мы не можем от этого, вот этого впечатления, этого давления освободиться. Как это можно сделать? Я опять вам напоминаю о методике, которая называется «Ключ к себе». «Ключ к себе». Вот я себе позволяю временами, тогда, когда днем очень устаю, и так уж оно получает, что, в общем, отдохнуть как-то, так сказать, не очень впереди удается, для того, чтобы это сделать полноценно и за короткое время, я делаю вот что. Ну, я сейчас сделаю это сидя, в силу того, что я не предупредил о том, что я такого рода упражнение не буду показывать. Вот. Это вот. Но мне это упражнение очень серьезно помогает. Лучше делать его стоя. Ну, я попробую сделать это сидя, в силу того, что методика позволяет все упражнения делать лежа, стоя, из колена. Как угодно. Вот смотрите. Оп! 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 Друзья мои, я не сумасшедший, и у меня, так сказать, вот каких-то там глюков не наблюдается. Но вот мой организм сейчас, мой мозг, точнее, мне помогает прийти вот в этот режим релаксации, да, вот снятия этих вот напряжений, которые возникают между моей психикой и моим сознанием. Моя задача заключается в том, чтобы не дать остановиться этому процессу. Вот эти вот упражнения, которые я вам показал, да, они должны быть достаточно активными, мощными, понимаете? И они требуют некой концентрации меня. И когда я перестаю это делать и представляю себе, что моя рука или обе руки начинают действовать, и я как бы не обращаю на них внимания, пусть они себе действуют, да? Главное, не останавливать его, пусть тело делает со мной всё, что хочет. Вот 15-20 минут таких упражнений вечером очень серьёзно вам поможет выходить из той ситуации, которая бывает достаточно серьёзной. Может даже предотвратить бронхиальный спазм, приступ бронхиальной астмы. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте, кстати сказать, так же, как горячее грудное обёртывание. Мы на сегодня с вами закончили. Я приветствую вас, желаю вам здоровья, до следующей встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!